Вот что мы здесь видим. Мы видим, что мы не дотягиваем до стандартной громкости. Нужно поднимать этот трек. Где стандарт, видишь? Это показывает. А, это? Да, да. Эти треки минус шестнадцать, это тиховато. Понятно. По этому парам сейчас больше нагрузить пленку, поскольку это получится. Это новый альбом, называется Wasting Time. Подождите, я же у вас не спросил свой самый первый вопрос. А, давай. Сам первый вопрос, чтобы вы же сказали об альбоме. Мы же сейчас завершаем работу над альбомом, мы год работали над альбомом. Как обычно, брэй, попробуем завивать мир. Про всё, про жизнь, про поиск смысла жизни, про любовь, про уходящее лето, солнце среди зимы, как бы, про всё. Всё. The new fun. Да, да, да. Нам интересно вообще, почему мы стерим на пленку, пожалуйста. Вопрос был. Ну, смотрите, на пленку, на пленку. Почему мы стерим? Есть несколько вещей, которые дают пленкам. И эти вещи многим людям симметичны. Во-первых, это изменение динамического диапазона. Пленка сокращает динамический диапазон. То есть она действует в каком-то смысле как компрессор. Но компрессор настолько мягкий, что мы его не слышим как очевидную компрессию, а слышим просто как более, ну, как называется, сбитый микс, плотный микс. Сбитый микс, да. То, что казалось каким-то разрозненным, может быть, не до конца сочетающимся, каким-то колючим, вдруг обретает единую форму после пленки. Ну, и какая-то абсолютно, типа, дестабилизация этой цифры как-то происходит. Потому что, знаешь, физический процесс пленки. Да, разумеется. Разумеется. И в этом физическом процессе есть еще другие аспекты. Например, это изменение тонального баланса. То есть чуть-чуть меняется частотная характеристика, даже реальная амплитуда частотная характеристика. И мы воспринимаем психологически этот звук как более мягкий, более глубокий, более натуральный, более объемный. Отлично. А добавляется какая-то фактура? Да. А также добавляется некоторое количество артефактов. Хотя артефакты при хорошей технике, при хорошей пленке, при хорошей отцветовом магнитофоне очень минимальны. Однако они радуют наш слух. Как-то они... Как кассета, да? Да, что-то такое в них есть, что постоянно... Такой шум приятный. Шум тоже добавляет. Шум. Это зависит от системы шумоподавления. Используем и не используем. Там есть и плюс, и минус. Вот как у пленки мы используем. Но артефакты это не только шум. Артефакты это чуть легкое покачивание питча, оно практически незаметно. Но вот эти вот мельчайшие артефакты, они... Чуть-чуть оживляют даже. Чуть-чуть панорама, да. Меняется чуть-чуть, все как будто выплывет. Это на микро угроб, на профессиональном магнитофоне. Но практически незаметно. То есть многие люди при АБ-тесте даже не скажут, не смогут отличить один сигнал от другого. Мы очень точны. Но тем-менее все равно вот удивительным образом все как-то оживает. И интересный психологический факт, что как будто бы улучшается исполнение. Улучшается игра. То есть ты играешь на инструменте, записываешь мытку и как-то... Можешь не уметь играть, мы признали все... Саксами писали на прямку уже тогда? Саксами его прогоняли, да. Прогоняли. Я помню, мы стояли такие, типа, ооо, все, готов, как бы просто сакон записали, ничего не делали больше. Да. Братяк-братяк. Что, будем слушать? Вот, да, поэтому мы используем пленку. А потом, получается, то есть прогоняем через пленку, а потом какие у нас стадии по мастерам, что там мы дальше делаем? Мы прогоняем через пленку на магнитофоне три дорожки, три головки. Одна из них записывает и вторая сразу же за ней воспроизводит. То есть нам не обязательно нужно записать магнитофон, отмотать и потом воспроизвести. Вот, мы одной головкой пишем и с другой головки считываем. То есть мы включаем магнитофон на воспроизведение и прогоняем. Во время мастеринга еще как-то у нас будут три этапы. Нам нужно обязательно поднять громкость до, хотя бы примерно до сегодняшнего стандарта, сегодняшний стандарт громкости довольно высокий. Да, к сожалению. Да, и нам нужно, хотя бы примерно им соответствовать, поэтому мы будем использовать лимитер, и это будет цифровой лимитер, потому что аналогом лимитере довольно трудно получить такую громкость. Понятно. Чисто. Мы включим лимитер сразу и будем слышать уже с ним, поскольку он будет носить какое-то количество артефактов. И, как правило, эти артефакты не воспринимаются людьми как благоприятные, как благозвучные. То есть, как правило, нам это воспринимается как что-то негативное, и мы постараемся нивелировать это. Пленка отчасти нивелирует это, потому что она принимает часть динамического диапазона на себя. Однако мы все равно будем слышать неприятные действия лимитера, поэтому мы будем принимать какие-то решения относительно применения компрессии или эквализации, исходя из того, что мы слышим уже с лимитера. Следующая часть это будет эквализация треков, эквализация мастер треков, которые мы стерили. Зачем мы будем это делать? И для этого у нас есть несколько поводов. Во-первых, нам нужно чуть-чуть подготовить треки под пленку. То есть мы чуть-чуть раскроем верх на треках и чуть-чуть успокоим низ на треках, чтобы пленка лучше воспринимала их. Во-вторых, мы посмотрим все треки один за другим, не покажется ли нам какой-то из них с какими-то выпирающими частотами, которые явно бросятся в глаза. Мы уже прослушали их на этапе микширования, и когда мы только слышали треки по отдельности, мы сошлись во мнении, что там нет таких частот. Но когда мы послушаем один за другим, возможно, нам покажется, что какие-то частоты являются неприятно резонирующими, и мы захотим их прибрать. Давай уже слушаться. Давай. Вот. Я уже включил эквалайзер под пленку, но все другие коррекции нам сейчас выключены. То есть, если мы захотим внести коррекцию трека за треком для каждого трека, то мы это сделаем. Угу. Никакой мастер компрессии сейчас не включено, мы захотим их включить. Так, я предлагаю слушать не от начала до конца треки, я предлагаю ставить на, обычно ставишь на самую громкую часть или на какую-то среднюю часть трека, и слушать это будет. Угу.